8 февраля день российской науки. Невозможно представить современную жизнь без наук. Испокон веков люди, познавая окружающий мир, совершали открытия. Многие из них облегчили жизнь человека, усовершенствовали ее. Вспомните школьные кабинеты. Со стен строго, иногда с подозрением, глядели на нас портреты серьезных ученых. Как много среди них было представительниц прекрасного пола? Конечно, по сравнению с 19 и 20 веками, сегодня женщин-ученых гораздо больше, и это замечательно. Во многом, это заслуга тех дам, кто, несмотря на недоверие, а порой и осуждение общественности, занимались делом жизни, потому что не могли иначе. Сегодня мы поговорим о первой в мире женщине-профессоре математики, известной, кроме того, и своими литературными произведениями Софье Васильевне Ковалевской. Среди женщин-ученых мало было таких, которые обладали такими же уникальными способностями, как Софья Ковалевская. Даже среди мужчин немногие смогли в совершенстве постичь геометрию, астрономию, музыку, быть талантливыми в литературе, способными писать прекрасные стихотворения. Ковалевская – первая в России женщина-математик, ставшая профессором и получившая ученую степень. История Софьи Ковалевской стала бы отличным сценарием для фильма о любви, целеустремленности и науки. В собственных воспоминаниях детства Софья Васильевна рассказала, что интерес к математике появился по двум причинам. Глубочайшее уважение к этой науке привил ее любимый дядя Петр Васильевич Корвин-Круковский, старший брат ее отца. С дядей юная Софья любила толковать о всякой всячине, при этом дядя, что ей очень нравилось, общался с ней, как со взрослой. Он рассказывал о квадратуре круга и асимптоте, других интересных терминах, явлениях. Воспитанием девочки занималась няня, а затем гувернантки. В 12 лет Соня была глубоко убеждена в том, что станет поэтессой. Но вскоре это прошло. С математикой, еще не зная ее, Соня соприкоснулась рано. Свои детские годы она провела в поместье отца в селе Полибино в Псковской области. Одна из детских комнат из-за отсутствия обоев была оклеена листами лекций Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении, приобретенными отцом еще в молодости. Эти листы, наполненные странными непонятными формулами, привлекли внимание девочки. Она подолгу простаивала перед ними, пытаясь разобрать хотя бы отдельные фразы и найти тот порядок, в котором листы должны были следовать друг за другом. От долгого ежедневного разглядывания вид многих формул, хотя они и были непонятны, запечатлелся у нее в памяти. Училась Соня с большим желанием. В те времена, наряду со школьными учителями, на ниве просвещения трудились и домашние учителя. В их семье домашним учителем был Малевич, питавший большое расположение гуманитарным предметом. Он гордился литературными способностями ученицы именно в этом направлении, одобрял ее стихи и возлагал большие надежды на ее будущее. Математика казалась Софье удивительной наукой, открывающей тайны только посвященным людям. Софья решила всерьез заняться математикой. В 1866 во время зимней поездки в Петербург она начала заниматься высшей математикой у известного преподавателя Странолюбского. В течение двух с половиной лет она усвоила всю арифметику и отлично решала самые трудные задачи. Затем был изучен обширный курс алгебры в двух томах и на шестом году обучения были закончены планиметрия и стереометрия. Она делала быстрые успехи и за зиму изучила аналитическую геометрию, дифференциальное интегральное исчисление. Но стало ясно, что даже самые лучшие частные уроки не заменят систематический университетский курс. Соня хотела поступить в университет, но доступ женщинам во все русские университеты в то время был закрыт. Высшее образование она могла получить только за границей. Отец Софьи не мог позволить ей поехать учиться за границу. И тогда Софья Васильевна вступает в фиктивный брак с известным палеонтологом Владимиром Ковалевским, чтобы уехать за границу. В 1869 году супруги Ковалевские уехали в Германию. В Берлине математическими занятиями Софьи Васильевны руководил один из крупнейших немецких математиков Карл Вейерштрасс. Его поражала быстрота и оригинальность математического мышления Ковалевской. Математик, пораженный ее знаниями, стал хлопотать перед ученым советом о допуске ее к слушанию лекций. Но совет был неумолим. Тогда он решил сам заниматься с талантливой женщиной. За неполных четыре года Ковалевская не только усвоила университетский курс математики, но и написала три работы. Вейерштрасс представляет эти работы в Геттингенский университет для присуждения степени доктора философии, подчеркивая, что для получения степени достаточно любой из этих работ. К теории дифференциальных уравнений в частных производных содержало доказательства решений таких уравнений. В наши дни эта важнейшая теорема о дифференциальных уравнениях называется теоремой Коши Ковалевской. Другая работа содержала продолжение исследований Лапласа о структуре колец Сатурна. В третьей излагались труднейшие теоремы математического анализа. В 1874 году Ковалевской была присуждена ученая степень доктора философии с высшей похвалой. С этим дипломом она возвращается в Петербург и почти на 6 лет оставляет занятия математикой. В это время начинается ее литературно-публицистическая деятельность. Весной 1883 скончался ее муж и она была вынуждена уехать с дочерью в Швецию. Там она получила должность доцента Стокгольмского университета и вновь занялась научной работой. В 1884 она стала первой в мире женщиной-профессором. В течение 8 лет она прочитала 12 курсов лекций. Годы работы в Стокгольмском университете стали периодом расцвета ее научной и литературной деятельности. В 1888 она написала свою основную работу «Задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки», за которую получила премию Парижской академии наук, премию Бардена, причем сумма премии была увеличена ввиду высокого качества работы. В 1889 году она получила вторую премию Шведской академии наук за работу, посвященную также вращению твердого тела. Научные исследования Ковалевской принесли ей мировую славу. Через год по настоянию Чебышева и других русских математиков Петербургская академия наук избрала Ковалевскую своим членом-корреспондентом. Предварительно для этого было принято специальное постановление о присуждении женщинам академических званий. Но даже это не дало ей возможности получить соответствующую работу и вернуться на родину. Велики научные заслуги Софьи Ковалевской. Своим личным примером она много способствовала движению своей родины вперед и, несомненно, своими открытиями обогатила русскую культуру и науку. Я чувствую, что предназначена служить истине, науке и прокладывать новый путь женщинам, потому что это значит служить справедливости. Это девиз всей жизни этой удивительной женщине, полюбившись свободу и математику.